Здравствуйте! В эфире новости АТН, в студии Оксана Пилькина и в начале коротко о главном. Согласно законодательству мы отрабатываем это законодательство, поэтому люди пишут и на монетизацию, и оплата долгов. Ажиотаж в органах соцзащиты. Харьковчанам дали два месяца на погашение долгов за тепло. Что делать, если нет желания отстаивать огромные очереди? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высокой температуры до 39, 40 даже градусов. Это боли в животе, сводкообразные, колики всевозможные. Это рвота. Опасный перекус, быстро портящиеся продукты, фастфуд неизвестного происхождения и немытые руки. Врачи отмечают очередную вспышку кишечных заболеваний и рост отравлений. Стройка ведется без ограждения. Мы не знаем, кто строит, как строит. Стройка ведется с общего счетчика. Не отдельный счетчик, а просто мы платим взносы, а стройка ведется с общего счетчика. Спорная стройка на Салтовке. Почему члены гаражного кооператива не согласны со своим председателем? А теперь подробности. Два месяца на погашении долга. Харьковчане выстраиваются в длинной очереди, чтобы погасить задолженность за тепло. Квитанции с крупными суммами начали приходить получателям субсидий в июне после сверки расчетов органов социальной защиты и тепловиков. Люди жалуются, чтобы уточнить информацию или решить проблему с долгами, нужно выстоять в управлениях соцзащиты несколько часов. Очереди, уверяют, есть и в районных филиалах тепловиков. Выстраиваться в огромной очереди в районных филиалах КП «Харьковские тепловые сети» получатели субсидий начали в июне, увидев платежки с долгами за тепло от нескольких гривен до 3-4 тысяч. Такие квитанции уточнили затем в ХТС, получили больше 100 тысяч харьковчан после сверки расчетов управлений социальной защиты и поставщика услуг. Сейчас наибольший наплыв людей в районных отделениях КП уже прошел, но в длинную очередь попасть все еще можно, говорят харьковчане. Возмущает то, что переплата, переплата, переплата и вдруг мне 1600 платить за это самое. Я возмущена, конечно. А вы часто приходите? Много вообще людей? Очень. Вчера была такая очередь, что я вам передать не могу. И в субсидии большая очередь к информатору. В управлении соцзащиты Московского района с самого утра несколько десятков людей. Харьковчане жалуются. В очереди приходится стоять часами, независимо от дня недели. Возмущает хаотичность, непоследовательность очереди. А так, в принципе, я пришла, но не у кого спросить. Приходится стоять и спрашивать. Где мне узнать причину? Почему мне не дают субсидии с апреля месяца? И до сих пор я не знаю. Вот и сижу здесь. Точно такой вопрос. Вот и сижу здесь. Такой вопрос. И еще пришел долг 800 гривен на тепло. Минус субсидии 800 гривен за тепло. Пугается, что столько людей, не разбериха, не у кого ничего узнать. И хотим дальше оформить субсидию, потому что платить коммунальные услуги очень дорого. В районном управлении утверждают, такой ажиотаж возник сразу по нескольким причинам. Основная – долги за тепло, пришедшие в квитанциях харьковчанам в июне и приостановка субсидии. Еще одна – монетизация. В этом году часть сэкономленных в отопительном сезоне средств на использование газа или электроэнергии возвращается человеку с живыми деньгами. Согласно законодательству мы отрабатываем это законодательство. Поэтому люди пишут и на монетизацию, и оплата долгов, и куча народа. В свою очередь в профильном департаменте обладминистрации отмечают, что Московский район действительно один из самых крупных в Харькове. Поэтому надеяться, что справиться с огромным количеством людей поможет открытие нового центра, где будет установлено более современное программное обеспечение и увеличится число сотрудников. Кроме того, в ХОГА подчеркивают, тем людям, у кого образовались долги за прошлый отопительный сезон, первым делом нужно обратиться к поставщику услуги, уже после с документом, подтверждающим оплату задолженности, или с договором о расчетах за коммуналку в рассрочку, идти в районное управление соцзащиты. Эти долги. Им нужно идти не в управление соцзащиты, а идти не в посредственную организацию, которая предоставляет эти услуги. То есть, если у вас появились долги из теплосети, то нужно идти в теплосеть и решать там этот вопрос. Решается он очень просто. Если долги небольшие и получатель субсидий в состоянии их оплатить, он может их оплатить и мгновенно будет субсидия восстановлена с момента приостановки, то есть с 1 мая. Если долги более большие, ну для каждого они свои большие, можно реструктуризировать эти долги. В Харьковских тепловых сетях тем временем уверяют, что в данный момент с потоком получателей субсидий справляются. Поэтому работают в штатном режиме, увеличивать количество сотрудников, которые будут заниматься данными вопросами на предприятии, не планируют. А вот вопрос о внесении суммы обязательного платежа в квитанцию, чтобы в будущем избежать проблемной ситуации с долгами потребителей, которая возникла этим летом, тепловики пока рассматривают, но точного решения нет. В данный момент узнать об обязательном платеже получатель субсидий может из уведомления о назначении госпомощи, которое ему присылают из органов соцзащиты, либо позвонив в районное управление. Лариса Говина, Евгений Шинкаренко, Андрей Домовой, агентство телевидения Новости. Несоблюдение санитарных норм, фастфуд неизвестного происхождения и немытые руки. Медики отмечают в летнее время рост кишечных отравлений. Продолжает тему Веленмода. В инфекционку с пищевым отравлением Анатолий угодил в последний день июля. Виной тому, полагает мужчина, стали кондитерские изделия, а именно несколько пирожных, купленных у уличных торговцев. Ну, тоже вот так вот перекусил, и в итоге тоже плохо стало, и головная боль, и в итоге попал сюда. Как сейчас себя чувствуете? Ну, сейчас получше чувствую. На порядок получше, но чтобы больше сюда не попадать, лучше долечиться. Хотя бы следили бы за этим, бы всем, бы, основной эпидемстанцией, вот это все, ну, чтобы тоже. Ну, как бы, я не прочь там тоже, ну, хочется перекусить, когда бегаешь по работе, ну, хочется покушать, а что ж. Ну, соответственно, просто, чтобы следили за этим, ну, все. По статистике медиков, количество пищевых отравлений в жаркое время года возрастает практически на 30%. Ежедневно в областную инфекционную больницу на проспекте Героев Сталинграда обращаются до полутора десятка человек, отмечает за выделением кишечных инфекций Алла Гординенко. Ну, жалобы, это в основном, я же вам говорила, острое начало. Это высокой температуры до 39, 40 даже градусов. Это боли в животе, сводкообразные, колики всевозможные. Это рвота, может быть, многократная. Это тошноты, вот. И диарея, самое главное, это жидкий стол. Зачастую, констатирует медик, кишечные инфекции провоцируют продукты, которые хранятся в ненадлежащих условиях или с истекшим сроком годности. Плюс нарушение элементарных правил гигиены, как среди торговцев, так и покупателей. В особой зоне риска, по словам врачей, молочные продукты, рыба, кондитерские изделия с кремовой начинкой, пиццы, гамбургеры и салаты с майонезом. А вот вы про условия хранения, вот пиццы с майонезом, пирожные слышали? Слышим. Ну, такая жара стоит, как думаете, не пропадают продукты без холодильника? Пока нет. Пока не пропадают. А покупают вообще? Не жаловались? Не. О том, что подобная продукция может быть опасна для организма, большинство людей знает, но все равно соблазняются. И причина тому – низкая цена, полагают горожане. Этих всех пирожков, фасводов и всего остального – это же как бы доступная цена. Поэтому как бы население очень нищое у нас. Как вы знаете, заработы у всех очень маленькие, это что касается студентов в особенности. Поэтому выхода другого они все равно все покупали, будут покупать. Конечно, чревато отравлениями. Но дело в том, что народ, который хочет есть, ему все равно, отравится он или нет. Впрочем, немало на городских улицах категорических противников фастфуда и сладостей, которые продаются в переходах подземки или прямо под открытым небом. Фастфор, много всяких там фастфудов, вот таких киосов, где хранится наподобающим образом пицца, пирожки и так далее? Да. Мне кажется, да. Особенно в метро их полно. Такие, я думаю, нужно закрывать. Будет меньше отравлений и меньше работы урачей. На мой взгляд, должен быть контроль за качеством исполнения и, собственно, контроль над самими продуктами. Ну, какие поставляются, как они хранятся. Ну, это дело уже с инопидиумной службой. Вот, мое мнение. С наступлением жаркого лета медики рекомендуют харьковчанам изменить традиционный рацион питания в пользу сезонных ягод, овощей и фруктов, меньше употреблять насыщенных мясных и рыбных салатов под соусами и регулярно выпивать несколько литров воды. А вот уличные точки фастфуда лучше обходить стороной, говорят врачи. А если не решили устроить перекус, то при покупке обратив внимание на оформление прилавка, компетентность продавца, внешний вид реализуемой продукции, срок годности и условия хранения товара. Велен Мода Михайловаренкова, агентство телевидения Новости. Очередная скандальная стройка в Харькове. На этот раз возмущение горожан вызвало застройка стояночных мест в одном из гаражных кооперативов. По словам автомобилистов, строительство идет за деньги участников кооператива, которые не согласны с таким их использованием. В проблеме разбирался Александр Ранжеренко. Уже более 10 лет Вячеслав Мамонов владеет одним из боксов в гаражном кооперативе по улице Владислава Зубенко. Вместе со своими соседями-автовладельцами он уже несколько месяцев пытается остановить застройку стояночных мест. Вячеслав заявляет, их председатель занимается самоуправством, а стройка ведется за деньги членов гаражного кооператива и является незаконной. Стройка ведется без ограждения, мы не знаем, кто строит, как строит. Стройка ведется с общего счетчика, не отдельный счетчик, а просто мы платим взносы, а стройка ведется с общего счетчика. А этот самый взнос составляет 750 гривен в месяц, добавляет Вячеслав. И именно за эти деньги должна производиться охрана, обслуживание и ремонт территории, считает его сосед по кооперативу Александр. Он говорит, во время начала застройки ему вообще выдвинули ультиматум. Предлагали покинуть ранее выкупленное место, либо заплатить 3,5 тысячи долларов за еще не построенный гараж. Я выкупал здесь места под свои машины. Сказали, что выкупаешь места, выкупаешь землю. После того, как начала стройка, меня перевезли вообще в другое место, и там у меня уже произошло две кражи с автомобиля. В свою очередь председатель гаражного кооператива Александр Козинский заявляет, застройка ведется на законных основаниях, и все соответствующие документы имеются. Правда, членам кооператива предоставлять какую-либо информацию он отказывается. Это застройка, как вы говорите, реактивная, нереактивная, законная, незаконная. Для этого надо документы посмотреть и увидеть. А вы можете предоставить эти документы? Ну, кто у меня спрашивает, правоохранительные органы, я всем показываю документы. А как члены кооператива по закону мы не имеем право знать? Весной люди официально обратились в ревизионную комиссию, чтобы провести проверку документации и расходных счетов. В итоге, говорит представитель ревизионной комиссии Денис Галагуря, был выявлен факт хищения 248 тысяч гривен. 248 тысяч также остаются потраченными председателем. Документы никакие расходные он не предъявил ни ревизионной комиссии, ни членам кооператива. То есть, отчитываться он отказывается. И поэтому на данный момент подано заявление от ревизионной комиссии в прокуратуру Московского района. В ближайшее время будет подано и коллективное заявление, добавляет Денис. Для дальнейшего рассмотрения дела прокуратурой. Александр Анжиренко, Олег Мартынюк, агентство телевидения новости. И далее в региональном выпуске новостей. Учитель должен быть подготовлен, учебная база должна быть подготовлена, учебники должны быть подготовлены. Это труд большой. Инклюзивное образование. 2017 год станет особенным для детей с особыми потребностями. Право учиться в общеобразовательной школе закреплено законом. Тот, кто получал прививки в воздушно-десантные войска, будет его праздновать тогда, когда ему внушали это и давали понять, кто такой десантник. Полосатая майка и голубой берет. Десантники отмечают свой профессиональный праздник. Мы все тянем. И шею тянем, и ручки тянем, и корпус тянем, наклончики делаем, спинку разминаем, тянем там, бедра тянем, растягиваем, на правую ножку, на левую ножку растягиваемся, шпагат садимся. Оздоровительная гимнастика под открытым небом. Социальный проект «Харьков Гоу» приглашает всех укрепить свое здоровье и подтянуть фигуры. Подробности через несколько секунд. Европейские подходы в образовании 2017 год станет особенным для детей с особыми потребностями. Теперь их право на обучение в общеобразовательных школах закреплено законодательно. Соответствующий закон в июле подписал президент Петр Порошенко. Инклюзия должна быть постепенной. Вот только готовы ли все участники обучающего процесса к ее внедрению? Вот звонок в кабинет директора. Если что-то случится, будет пикает. Если надо остановиться, вот раз, и он останавливается. Первый, второй, третий, четвертый этаж. Пандусы у здания, подъемники на верхней этаже в столовую, специальные парты в кабинетах. С особыми детьми в 124-й школе работают уже 7 лет. Инклюзивные классы здесь есть в каждой параллели. Основной диагноз учеников – ДЦП. Все дети обучаются по общей программе. Потому специально готовить учителей, рассказывает директор учебного заведения Валентина Киевская, к работе с такими детьми не пришлось. Теперь же ситуация может измениться. Учитель должен быть подготовлен, учебная база должна быть подготовлена, учебники должны быть подготовлены. Это труд большой. Законодатели обещают, инклюзия будет постепенной. В каждой школе будут дети с одинаковым диагнозом. В инклюзивном классе не более 20 человек, из которых 2-3 ребенка особенных. Усваивать школьную программу они будут по возможностям. При необходимости рядом с ребенком должен находиться помощник – тьютер. Если обучение в инклюзивном классе для таких особенных учеников будет не по силам, они смогут перейти в спецкласс. Инклюзия для них будет состоять в общении с обычными детьми и участии в школьной жизни. Правда, пока очередей в общеобразовательных школах не видно. Психолог Оксана Дуюн работает в одном из специнтернатов для особенных детей. С просьбой оставить ребенка еще на учебный год она сталкивается постоянно. Родители переживают, как примут особенного ученика в обычной школе. Могут быть какие проблемы возникать? От настроя родителей. Как родители приготовлены к этому? Как родители к этому готовы? Детки, они же все как впитывают, как губочки. И если родители дома будут об этом говорить и будут настраивать на позитив, то и в закладе не должно быть никаких проблем. А в школе с кем ты за партой сидишь? С Златой сидишь. С Златой сидишь? Понятно. А она тебе не подсказывает? Он показывает. А ты ей подсказываешь? Нет. В сентябре Катя пойдет уже во второй класс общеобразовательной школы. К будущему учебному году ученицы прилежно готовятся каждый день. На занятия уходят до двух часов. В обязательной программе урока чтение, письмо математика и задачки на логику. Диагноз синдром Дауна Кате поставили, когда малышке был месяц. Тогда же ее мама Мария Унтина решила, что ее дочь будет учиться наравне с другими детьми. В шесть Катя пошла на подготовительные курсы. И через два года упорных занятий девочка была уже готова к школе. Занимается Катя по общей программе. От специальной Мария Унтина отказалась. В первом классе должны 56 часов учить ребенка считать до трех. Увидела, что конец четвертого класса – это счет в двадцатке и действия в десятке. Но Катя уже в сотне делает действия. Какой смысл ей идти в первый класс, чтобы ее учили? А как учителю быть в этой ситуации? Как ей учить ребенка по программе рекомендовано считать до трех, если Катя уже считает до 120 и там и дальше? Побеседовав с учителем, отказалась Мария и от тютера. И ничуть не пожалела. За год Катя очень сильно изменилась. Начала активнее общаться со сверстниками. Стала быстрее усваивать учебный материал. Оксана Нечипаренко, Евгений Шинкаренко, Андрей Домовой. Агентство телевидения новости. Не существуют препятствий, которые бы они не преодолели. Нет противника, который бы смог им противостоять. В Украине отмечают День высокомобильных десантных войск. На голове Алексея Гужина голубой берет. Такой же символ десанта, как и полосатая майка. В высокомобильных войсках он прослужил два года. Еще в конце 90-х его распределили в 45-ю бригаду, которая базировалась в Одесской области. Алексей считает, этот праздник по-прежнему несет в себе честь, доблесть и славу. Тот, кто получал прививки в воздушно-десантный войск, будет его праздновать тогда, когда ему внушали это и давали понять, кто такой десантник. А тот, кто достаточно не понимает, что такое купол над головой, или стропами повязан, тот этого понимать не будет и не поймет никогда. Сегодня часто ошибочно расшифровывают аббревиатуру ВДВ, как воздушно-десантные войска, отмечает Гужин. И добавляет, такое определение является правильным в отношении десантных войск северного соседа. В Украине же день высокомобильных десантных войск отмечается с 1999 года. Александр Анжиренко, Михаил Воронков, Агентство телевидения новости. Укрепить свое здоровье и подтянуть собственную физическую форму харьковчан приглашают организаторы социального проекта «Харьков Гоу». Бесплатные спортивные тренировки проходят под открытым небом в парке Горького, саржином Яру и сквере «Стрела». Наклоны, приседания, отжимания и растягивания традиционно уже третий год подряд в Харькове проходят социальный проект «Городские тренировки Харьков Гоу под открытым небом». Занятия на свежем воздухе Борис Перетятко посещает уже две недели, а узнал о них от друзей. Раньше, рассказывает мужчина, увлекался китайскими оздоровительными техниками, поэтому решил попробовать более динамичные тренировки и присоединился к местной спортивной акции. Тайзэ и тайцегун – это гимнастики тоже оздоровительные, но они более глубокие, это ближе к йоге, скажем так. Ну и все равно здесь есть некоторые такие моменты, которые там тяжелее понять, здесь легче, а все вместе объединяется и получается более как бы разностороннее развитие. Поначалу было тяжковато, конечно, такие болезненные даже моменты были, но в целом по мышцам, по ощущениям, как они потом кровью наполняются, то есть развитие лучше идет, мышечная структура, эластичность, позвоночник были, были некоторые проблемы, теперь немножко легче стало. Мастер спорта по эстетической гимнастике Сабина Абдулаева, под руководством которой проходят занятия для горожан с Аржином Яру, в программу включает не только силовые нагрузки, но и физические упражнения для развития гибкости тела. Ну и все тянем, и шею тянем, и ручки тянем, и корпус тянем, наклончики делаем, спинку разминаем, тянем там, бедра тянем, растягиваем, на правую ножку, на левую ножку растягиваемся, в шпагат садимся. Конечно, главная цель девочек – это сесть в шпагат, вот мы стараемся, я стараюсь им в этом помочь, и также потянуть физическую форму, это выносливость. А чтобы тренировки проходили более интенсивно и продуктивно, участникам выдают спортивный инвентарь. Вот эта резина сопротивления, она заменяет полностью все тренажеры. С ней можно делать очень много упражнений разных, на все группы мышц, абсолютно на все. У нас три направления в тренировках – силовая тренировка, растяжка и функциональная тренировка. На одно занятие приходит до 20 человек, люди абсолютно разного возраста и профессий. Некоторые даже семьями, рассказывают организаторы, добавляют главную цель проекта – привить горожанам любовь к спорту и пропагандировать здоровый образ жизни среди подрастающего поколения. Это наш постоянный проект, который рассчитан на то, чтобы приобщить харьковчан к спорту, приобщить к активному образу жизни. И главное, что наша команда считает, что хорошие вещи они могут проходить бесплатно. В этом году мы задействовали три разных направления, три тренера, одни тренировки проходят в Саржином Яру по вторникам, четвергам и субботам, а вторые проходят в парке Горького по воскресеньям. И у нас еще есть направление йога, которая проходит с перестрела по вторникам и пятницам утром. Присоединиться к городской спортивной акции «Харьков Гоу» может каждый желающий. Анонсы предстоящих встреч и программу физических тренировок организаторы публикуют на страничке проекта в соцсетях. Вилен Мода Михайловоронкова, Агентство телевидения Новости. На этом у меня все. Больше новостей на нашем сайте atn.ua. В студии работала Оксана Пилькина. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин